А Кремле вот и говорят, что да-да, переизбрайся, переизбрайся. А потом сразу, хопс, как бы народное волнение по поводу того, что он переизбрался. Даже Лукашенко это понимает, когда отказывается принимать звонки Меркель, дескать, звоните Путину, звоните Путину. Ситуация в Беларуси продолжает развиваться. Многие, конечно, чуть разочаровано, что народная революция еще не закончилась свержением Лукашенко. Но надо сказать, что Путину некуда спешить. Он полностью контролирует ситуацию, и поэтому ему некуда спешить. Вот спешить надо было тогда, если было бы какое-то западное вмешательство. Но обычно это западное вмешательство, когда поддержка каких-то оппозиционеров. Никогда это не было никаким серьезным действием. А в данном случае Запад вообще не хочет вмешаться. Там какие-то фейковые санкции против Лукашенко, а Путину вообще никто не мешает. Наоборот, Владимиру Владимировичу звонят и просят о помощи. То Макрон звонит, то Меркель звонит. Так что Владимир Владимирович чувствует себя очень уверенно и хорошо в связи с ситуацией с Белоруссией. Надо сказать, что и так главные действия Белоруссии проводились российскими службами, пиарщиками. И поэтому, конечно, это все и контролировалось со стороны Кремля. И Кремль, конечно, может быть доволен результатом этой операции. Потому что удалось дискредитировать Лукашенко и перед народом Белоруссии, и перед бюрокрадой Белоруссии, перед мировое сообщество, перед российским обществом. А это тоже было для Путина очень важно. Все это добыто. Куда спешить-то? Теперь можно с этим Лукашенко играть. Играть какие-то там конституционные проекты. Но это же модно. Меняем конституцию в России, меняем конституцию в Белоруссии. Видите, какая-то действия. Но вот за это действие можно и подождать чуть-чуть с вяжением Лукашенко. Но другое дело, что явно у Путина эта цель есть. Чтобы этого Лукашенко не было бы. Вопрос просто времени. Пока Путин решил, что это время еще не пришел. Мы вообще не знаем, когда это время придет. Я уверен, что Путин уже выбрал преемника Лукашенко. И намерен это в проекте вести жизнь. Но когда? Когда он читает этот момент для себя самым удобным? Скажем, президентский выбор на Штатах Америки. Или чуть позже. Не имеет даже значения большого. Потому что понятно, что именно Путин рулит ситуацией в Белоруссии. И мы видим, что даже Лукашенко это понимает, когда отказывается принимать звонки Меркеля. Дескать, звоните Путину. Звоните Путину. Сдался, сдался Александр Леогорьевич. Боится свою жизнь. Борется, чтобы там чуть-чуть его еще остаться президентом. Надо сказать, что были вообще такие разговоры, что летом он, конечно, и послал Кремль сообщение, что вот если все-таки дайте мне все-таки переизбраться, дайте мне, чтобы мне избрали снова президента. Потом посмотрим, что будет дальше. А Кремле вот и говорят, что да-да, переизбрайся, переизбрайся. А потом сразу, хопс, как бы народное волнение по поводу того, что он переизбрался. Ну, глупый этот Лукашенко. То, что он устроил за последние недели бегом оружием, ну, это напоминает то же самое, как там Золотов приглашал ринг Навального. Ну, просто Золотов дистрибтировал себя страшным образом. В данном случае хорошие советники Лукашенко тоже, как бы, дают такие советы, которые дискредитируют Александра Ягорича. И думаю, от этого уже не уйти. Он, конечно, в этом плане политический труп. Нету его уже ни в Белоруссии, ни в России, нигде. И теперь, конечно, вопрос, что будет дальше. Понятно, что у Владимира Владимировича стратегический план. Он хочет его реализовать. Все требования, которые он предъявил, белорусская сторона известна. Об этом говорил посол Белоруссии в Москве. Вот такие вот требования. И понятно, что Путин требует, чтобы эти все требования были выполнены. Другое дело, что их невозможно выполнить. Просто это противоречит законам и конституции Республики Беларусь. Но ничего. Как видите, сейчас начат этот же процесс, чтобы изменить эту конституцию. И думаю, что некоторые фейковые оппозиционеры Белоруссии еще будут там кричать «Ура!». Сейчас отнимем у президента власть. Переделаем, чтобы власть была одновременно в многих руках. И тогда будем жить. Нет, вот тогда точно жить не будет. Потому что Владимир Владимирович тогда может играть так, как хочет. Пока он не очень может. Потому что очень сильный президент, которым он должен договориться. И это всегда сложно, когда у тебя такими же полномочиями человеки. И как бы вся страна ему подчиняется. Тогда очень трудно договориться. 26 лет он там договаривается, Россия с этим Лукашенко. Никак не договаривается. Обманывает все время Александра Легоричей. Поэтому эта идея, что у нас большая демократия. Что мы там разделим власть этими ветвями. И ныне вообще это как бы вздор. Наоборот, чтобы Белоруссия могла вступать в путь демократии, реформ и так далее, нужный сильный президент. И не точно никакой не преемник Лукашенко или Путина. А совсем другой человек. И оппозиция должна категорически быть против всего этого действия с Конституцией. И, конечно же, должна требовать и от Сапада, и от Лукашенко, чтобы преемником пришел бы более светлый человек, который реально может что-то изменить в Белоруссии. Конечно, я не говорю, что это легко, но вопрос в том, что есть ли вообще такие требования. Вы вообще что-то требуете? Да нет, ничего особо в этом плане не слышно. А, конечно, еще бегают в этом коридоре, которое Путин и Лукашенко сделали, чтобы фантазировать по поводу изменения Конституции, по их плану. Нет, оппозиция для того и есть, чтобы противопоставлять себя всяким Лукашенко и Путина. По любым вопросам. И жестко. И поверьте, это успешное действие. Если вы будете противопоставлять себя идеям ослабления президентской власти, народ вас поддержит. Вот это и есть настоящая политика. Но пока не видно, чтобы белорусская оппозиция, что там было бы хотя бы какое-то политическое действие. Пока это такая наивность высшей степени и, конечно, и определенная пассивность. Конечно, надо продолжать демонстрации против Лукашенко и показывать свое недовольство. Это очень важно, потому что пока Запад не мешает событий Республики Беларусь. Она ищет договоренности с Путиным. А это вредно для Беларуси, для оппозиции Беларуси. Поэтому давление на белорусскую власть – это давление одновременно на Запад, чтобы Запад более активно оппозицию взял бы по вопросу Республики Беларусь. Так что интересные события в Беларуси, конечно, еще продолжаются. И надеемся, что вот этот народный протест все же может дать какие-то плоды хотя бы через какое-то время.